Что я и говорил. Ты затронул телеграфный вопрос коллективной ответственности, потому что разделение общества государства, общества и власти это важный элемент дискуссии, но все-таки важно понять, насколько именно народ. Ты говоришь общество, ну давай мы как-то все-таки нацию, народ обобщим до степени определения ее как коллективного субъекта, степени ответственности его, потому что на самом деле власть безусловно определяет все, русский народ политически не субъектен, это мое мнение, я не знаю, может согласиться, нет, абсолютно он не решает начать войну, закончить войну, утратить территории, наоборот их посредством фейкового референдума присоединить, Но надо определиться, все-таки воюет не сам Путин, а его дочери, воюют вообще говоря обыватели русские, они же и погибают, они же и убивают, они же и таким образом обнуляют свое потенциальное будущее, важно, чтобы ты на этот вопрос ответил, как ты рассматриваешь позицию относительно коллективной ответственности, коллективной вины, это часто, кстати, не совпадающие понятия, вот в одном есть больше правовая сторона, в другом более морально-политическая, вот хорошо бы было, чтобы ты это обозначил. Да, ну коллективной вины однозначно никакой быть не может, и ответ однозначный же на это был дан как раз вот в тот период, если тебе больше хочется объединять его в один большой период, да в период большой войны, нет, коллективной вины не бывает ни в коем случае, люди, которые руководствуются принципами коллективной вины, оказались не по ту сторону истории в 20 веке, и давайте мы тоже как-то не будем на эту сторону истории рваться. Теперь, что касается коллективной ответственности, мне гораздо комфортнее говорить в категориях корпоративной ответственности, да, корпоративная ответственность, разумеется, существует, разумеется, существует группа людей, виновная и ответственная за то преступление, которое сейчас разворачивается на территории Украины и России, эти люди должны ответить перед судом, у этих людей руки по локоть в крови, и когда мы говорим про корпоративную ответственность, да, вот сейчас, например, в Соединенных Штатах обанкротилась компания СБФ, да, криптобиржа, вот там есть корпоративная ответственность, есть люди, которые принимали решения, которые подвели компанию к банкротству, да, в результате чего миллионы человек потеряли свои сбережения. Вот за преступление, за это корпоративное преступление отвечает руководство, люди, которые принимали решения, которые подписывали бумаги, но не отвечает женщина, которая мыла полы, не отвечает повар, который готовил обеды, не отвечает охранник, который охранял вход в здание и так далее, и так далее. Это разница между коллективной ответственностью и корпоративной ответственностью. Корпоративная ответственность, разумеется, существует, я о ней говорил всю свою жизнь, когда говорил про необходимость иллюстраций, когда говорил про необходимость судов над государственными преступниками, сегодня вот группа, это группа людей, государственных преступников, она определилась, она достаточно обширна, к сожалению, хотел бы, чтобы она была уже, но она обширна, и корпоративная вина и ответственность, разумеется, есть. Насчет коллективной ответственности? Нет, это категория надуманная. Эту ответственность можно вменить, да, в случае тотального поражения России, как было тотальное поражение, например, Германии во Второй мировой войне. Да, ответственность можно вменить народу. Такое случается, с этим как бы в случае поражения общество сделать ничего не может. Но история таких тотальных побед знает очень немного. Такие тотальные победы даются колоссальной ценой, и все, кто мечтает именно о таком сценарии, они должны задаваться вопросом, какую цену они готовы заплатить за то, чтобы эта тотальная победа произошла. Потому что тотальная победа стоит очень-очень-очень дорого, да. И здесь я всех призываю не скатываться до уровня общества будущего, которое сейчас проводит у нас дебаты, да, какую цену должны заплатить русские люди для того, чтобы истребить украинскую нацию. Может быть, видели, да, вот буквально общество будущего, такие дебаты у себя на платформе организовал. Ну, понимаете, ну просто как бы кобздец, не хочу ругаться у Марка на эфире. Ну, ради бога можешь ругаться, у нас цензуры-то нету. Ну, вот пиздец, понимаете, просто пиздец. Вот они размышляют, сколько они готовы истребить русских, чтобы истребить украинцев. Вот вопрос о тотальной победе над Россией, как в целом страной, над обществом, да, это на самом деле та же самая тема. Какое количество украинцев и вообще людей вы готовы истребить, да, чтобы добиться тотальной победы? Ответ на этот вопрос будет страшный, задумайтесь о нем. Поэтому я призываю, я призываю ставить более гуманистические цели и добиваться той победы, которая превратит Россию из опасного соседа в достойного партнера. Вот это цель, к которой нужно стремиться. ВСУ потеряли очень много военных, сильно измотаны, далее им совсем тяжело продолжать военные действия. В интервью газеті «Карьера Делесера» заявил також про те, що українські Збройні Сили зроблять все возможное, аби завершити війну з Россией в поточному році. Головная мета – це вихід до кордонів нашої країни в 1991 році. Ну, але він каже, що це залежить і від того, як розвиватимуться економічні справи в самій Росії. Як ви оцінюєте ось на 2023 рік, наскільки все-таки вдасться закінчити те, що треба закінчити? Ну, дивіться, для мене просто тоді простає питання, що означає закінчити? Ну, закінчити можна зараз, прямо підтримувати мирні угоди з Росією, відмовитись від ЄС і НАТО, і війна закінчиться. Це ж дуже просто робиться, і Путін про це неодоразово казав. Але це тоді питання, чи залишиться Україна взагалі самостійною, незалежною державою і всі інші подальші питання. Ви розумієте? Відповідно, поки Україна, перепрошую, не відмовиться від свого суверенітету, не відмовиться від незалежності, не відмовиться від євроінтеграції і майбутнього членства в НАТО, Російська Федерація при тому режимі, який зараз є, ніколи не відмовиться від атаки на Україну. І навіть якщо закінчиться червова фаза гарячої війни, це буде так само, як було в Чечні, коли була перша-друга чеченська компанія, або Грузія, коли спочатку захопили Абхазію, потім Асетію, або інші конфлікти. І Росія їх не припиняє і постійно несе загрозу ось цим країнам, як там, умовно так, чи Грузія, і всім довкола, зокрема Україні. Тобто, поки існує російський режим в тому вигляді, в якому він є, навіть не путінський, поки є ось велетенська держава з імперськими амбіціями, в якій відбувся симбіоз мафії спецслужб, вони завжди будуть нести загрозу українській незалежності. І навіть якщо б зараз Збройні сили України вийшли на кордони, умовно кажучи, 92-го року, чи ми кажуть 92-го, тому що в 91-му у нас був судовий процес з Румунією, і ми програли невелику частину наших територій. Так от, навіть якщо ми вийдемо на кордони, умовно кажучи, 13-го, там, 12-го року, так, заберемо Крим, то Росія в нинішньому стані, вона завжди буде для нас загрозою. Я вважаю, що перемога у цій війні і запорука того, що наші діти не будуть воювати в майбутньому з Російською Федерацією, є саме нищення Російської Федерації і розвали країни-імперії. На багато різних національних, менших національних держав, або автономних держав. Її демолітарізація, позбавлення її статусу ядерної країни. Тоді ми можемо говорити, що Україна убезпечена. Тобто, відповідно, я думаю, що колись, я сподіваюся, ця війна переноситься на територію Російської Федерації, аж поки не буде закінчено з цим фактично нацистським режимом, диктатурою. Поки Росія – диктаторська країна, в Україні не буде спокою, війна буде продовжуватися в тому чи іншому вигляді. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.